Добрый вечер, дорогие зрители! Вот и наступил самый долгожданный и самый торжественный момент 21-й битвы экстрасенсов. Победитель главного мистического проекта на российском телевидении наконец определён. И его имя здесь, в этом конверте. Его я открою в самом конце программы. Я открываю запечатанный конверт. Кто останется ни с чем? Я удивлена. Это решение зрителей. А кто возьмёт синюю руку? Победителем становятся... Самые неожиданные результаты голосования. Вы на втором месте. Но вот наступил финал. Претендентов на победу осталось всего четверо. И, наконец-то, настало время познакомиться с каждым из них поближе. Итак, наш первый финалист Максим Рапопорт, который называет себя эмпатом. Здрасте. Это Дуся. Дуся Максимовна Рапопорт. Нашу съёмочную группу Максим встречает в приподнятом настроении и сразу переходит к главному. Когда я получу руку, приду с ней торжественно, немножко под шофе, я так хочу розового шампанского, ледяного, вы себе не представляете. Ой, как я хочу шампанского. Вот, короче, я, значит, с шампанским в одной руке захожу в спальню, несу, 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 ставлю сюда. Вот видите, я себе уже лавровый венок победителя на башку надел. То есть я уже подготовил место. Яркий и непосредственный на битве Максим Рапопорт сразу привлёк к себе особое внимание. Какой импазонтный мужчина. Стильный. Классный, модный. Мне нравится его шапочка. Однако Максиму было чем удивить и кроме экстравагантных нарядов. Чувствую очень сильную боль в области сердца. Я чувствую, что вас предали. Сделали это некрасиво и резко. В сердце залезть к человеку, мне кажется, мало кто может. Но экстрасенс, который не видел даже, кто это, как-то почувствовал. Максиму удалось не только заглянуть в сердце Ольги Бузовой, но и с первой же встречи заинтересовать Марата Башарова. Вы чувствуете эмоции людей? Чувствую эмоции людей, чувствую переживания людей. Что сейчас исходит от меня? Ну, некий тремор, волнение, адреналин. Да казалось бы, чего мне волноваться-то? Ну, действительно, я впервые тоже поймал себя на мысль, что Башаров, а что ты волнуешься? Вы правы. Я волнуюсь так же, как вы все. Но после первого эфира интернет взорвался разоблачительными комментариями. Максим Рапопорт не экстрасенс, а известный дизайнер. Я очень переживал в начале, когда я читал, да какой он экстрасенс. Слушайте, а экстрасенс не может быть дизайнером, экстрасенс не может быть, не знаю, художником. Ты можешь быть кем угодно, хоть водителем трамвая. Тем более, что коллекции дизайнера Максима Рапопорта были праведческими. Я был первым дизайнером, который представил коллекцию с масками на лице. Это был 13-й год, коллекция Архангел. Ученик Вячеслава Зайцева, модный стилист, дизайнер и телеведущий, был обласкан вниманием публики. Но я понимал, что этот успех иллюзорен. И в один прекрасный момент я понял, что я хочу уйти. Из соцсума, от людей, выбросил все телефоны. Я отказался от всего, что имел. Он был известным, участвовал в крутых проектах. Он мог на частных самолетах туда-сюда кататься. Но потом он что-то для себя понял. Я понял, что я не хочу искать больше извне, где я был. Я теперь ищу там, внутри самого себя. Я принял тот дар, которым я обладаю и которым я способен зелиться. Дар эмпата у Максима проявлялся с самого детства. Мои способности из утробы моей матери. Она меня таким родила. Я что-то видел, предвидел. Я мог почувствовать болезнь, уход человека за какое-то время. Но семье принять такого ребенка было непросто. Мои родители врачи не советской закалки. И то, что не наука, лженаука, это недоказуемо, это невозможно, это противоречит правилам, нормам. Я пытался сломать в себе эту чувствительность, подавить ее, отказаться от нее. Пытаясь убежать от себя, однажды он вскрыл вены. Это татуировка «Архангел». Мне пришлось ее сделать, потому что вся рука была в шрамах. Но это показательное выступление было, или это прям серьезно собиралось? Ну как вы думаете, если после того, как кровь вытекала медленно, я открыл окно и выбросил со шестого этажа какое-то было показательное выступление, меня не устроила скорость моего ухода, потому что это было долго. Мне нужно было быстро, чтобы я не передумал. Об этой трагедии мы узнали во время одного из испытаний. А ты зачем это делаешь? И тут, и тут, и с высоты. Тогда, заглянув в глаза самоубийц, Максим переживал свою боль снова. Мне очень тяжело, правда. У меня как сердце, оно прямо сейчас становится. Оно сейчас как все такое оголенное, как право, да мне очень. Я не готов к этому. У меня это как неожиданно. Если бы я хотя бы чуть-чуть понимал, куда я иду и на что я иду. Из всех экстрасенсов, которые были в этом сезоне, он, конечно, самый такой трепетный. Он умеет и чувствовать, и сопереживать. Дайте мне возможность прочувствовать все. Как только затронула меня за руки, я прям почувствовала волна. Вот я не знаю, как это назвать, но что-то прям из меня вот так пошло, прям так горячо. Мощный поток идет за счет какой-то вашей внутренней панической атаки. У Оли панические атаки в связи со смертями вот этими. И, похоже, одна из этих атак происходила прямо на наших глазах. Я испугался в ночное сознание. Реально. Успокойтесь, ради бога. Я здесь для того, чтобы вам помочь. Я не могу, у меня сердце выпрыгнулось. Оно не мучилось опять. Я не сделаю вам ничего плохого. Я обещаю. Было видно, про испытания эмпат уже не думал. Я обещаю вам помочь. И свое обещание Максим сдержал. Взял меня за руки. У меня тут же такое спокойствие. Прямо все. А вот испытание провалило. У меня нет информации. Нет информации. Я не чувствую его. И я видела, как ему иногда больно от того, что больно нашим героям. Девочка. Ее нет в живых. Простите, но какая причина физической смерти? Я не могу это сказать. Ой. Самое сложное, самое страшное все испытания, когда я смотрел родителям в глаза. Мать, которая потеряла ребенка. Но я не могу отодвучивать человеку, Вера, вы знаете. Нам иногда для зрителей что-то надо говорить. Смерть была резкая. Я не хочу об этом говорить. Мне по-настоящему физически стало плохо, как и ей. Действительно все прогонять через себя. А у него-то что останется? Там дырка. Ну, такой умереть можно, если честно. Это ужасно. И очень жаль. Испытания давались Максиму все сложнее. Но восстанавливать силы ему помогала его наставница. На протяжении всей битвы с Максимом работала как биоэнергет. Расскажи про воздействия, которые были на меня. Особенно в течение последнего месяца это шла какая-то... Это шла просто какая-то, знаете, энергетическая атака. Я сейчас тоже. Конкуренты хотели меня устранять без имен и без фамилий, для того, чтобы я оказался в этом пресловутом черном конверте, для того, чтобы я не шел дальше. Мы не знаем, колдовал ли кто-то на Максима, но борьба за место в финале была между ним и Ириной Игнатенко. Ирина, Максим, прямо здесь и сейчас я предлагаю вам пройти решающее испытание, которое и определит, кто из вас в финале. Когда он мне сказал, что он мне дает этот шанс, ну, я думаю, что если бы он мне сказал «взлети сейчас», вот «взлети», вы все это видели, то я бы левитировал. Однако задание было чуть проще – ответить на три вопроса. В этом ящике живое или неживое, в нем черное или белое, и там один объект или несколько. Прямо здесь и сейчас Максим Рапопорт с блеском доказал, что достоин звания финалиста. Ну, что написали вы? Живое, белое, одно, ровно такая же у меня на спине в виде татуировки. Моя сакральная татуировка, моя змея. На самом деле, когда вынесли этот ящик, у меня реально на спине пошла вибрация, как будто она у меня поползла. То есть я был готов сказать, что там змея. Я знаю, что к финальным испытаниям я стал гораздо сильнее, и мне бы хотелось подтверждение этого от пространства. Максим, вперед, время пошло. Вот тут, конечно, меня понесло. Надо ускориться, а то мы его не догоним. Импат, о вещи, не чувствуя самого человека. Найти его, как и голубу в стоге сены. Пойдем, пойдем, быстрее наверх, пойдем. Быстро, как иду. Но я должен доказать свое законное нахождение среди сильнейших. Здравствуй! 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 Что же ты со мной делаешь? Я сделал то, что для меня было сделать невозможно никогда. Я самый слабый в поиске, понимаете? Самый слабый. Я даже ключи от собственной квартиры найти не могу. Спасибо огромное. Я считаю, что это моя такая победа колоссальная. И я не бился ни с кем. Я бился с самим собой. Я сам для себя синяя рука. Что может быть еще круче для самоосознания. Это абсолютно не лукавство. Точнее, я лукавлю. У меня есть один человек, которому я просто хочу утереть нос. Это Максим Федоров. Но я планирую все-таки его обойти. Нашего второго финалиста мы нашли с помощью сарафанного радио. Нам прожужжали все уши про какого-то секретного шамана из Владивостока. Мы нашли его и пригласили к нам на кастинг. Владивосток, как я соскучился. Я в Владивостоке не был три месяца. Нам вот туда, вот на углу. Родная Владивостокская земля. Ушел на родную землю и подышал Владивостокским воздухом. И воздух другой. Вообще! Хорошо! Хорошо! Вот здесь я живу, на месте обитания. Знакомьтесь. Обитает дальневосточный шаман в холостяцкой аскетичной квартире. Без изиска. Где для гостей всегда найдется правильно заваренный травяной чай. Вообще очень важно, чтобы в жизни их приготовление через руки проходило. Серьезно? Да, вот если что-то насыпать, насыпать сначала на ладошку, а потом пересыпать. В эту размеренную жизнь городского шамана Максима Федорова битва экстрасенсов ворвалась полгода назад. Причем сам он заявку не подавал. А вы экстрасенс? Я занимаюсь целительскими практиками. Вообще удивился, откуда вы меня узнали, потому что я-то себя как раз таки не афиширую. Так, благодаря сарафанному радио и нашей настойчивости, удивительный практик оказался на отборочных испытаниях в Москве. Это гидородный орган большого оленя. Он пришел с сушеным песюном. Еще вопросы остались? Я даже не думал, что он такой резонанс организует. Вот он. Фалос и зюбры. Для самого шамана это обычный ритуальный инструмент. Вот он, такая подставочка, и он здесь вот так вот живет. Как и все его 11 бубнов. Сейчас мы уже в транс войдем. Ой, что с ним? Это и шаманский транс, и в этот момент неважно, как выглядишь, неважно, что делаешь вообще. И в этом шаманском трансе Максим не просто открыл нужный багажник, но и выдержал вторую проверку, отыскав еще троих человек. Да ладно! Это было круто. Такого не делал еще никто. На испытаниях Федоров отличался своей прямотой. Здесь не хватает прям мужской руки. Мужчина вроде живет здесь, а как будто его нет. Все правильно. У тебя мужик или как? Хороший вопрос. Причем одни его за это боготворили, другие с трудом терпели. Я очень огорчаюсь, когда диких животных держат в неволе. Они родились в неволе. Так вот это уже противоестественно. Но каждый, кто видел удивительного шамана, мечтал сделать вот это. Это необычные уши. Это волосы или это просто украшение какое-то? Это волосы. Это антенны, которыми я слышу фибры души. Эльф. Высокий эльф с мальчишескими глазами. Но стоило доброму эльфу войти в транс, его было не узнать. На одном из испытаний он словно перевоплотился в маньяка с фотографией. Больной кайф. Опасный кайф. И это меня тогда потрясло. Сказаны были вещи, которые никем из экстрасенсов больше не были озвучены. Я помню, что я вышел, я шел вот прям вот просто пустой, опустошенный. Я слег на три дня. Всякий раз после тяжелых испытаний Максим мысленно возвращался на родную землю. И это придавало ему силы. Мне очень не хватало моих Владивостокских рассветов, мерцания воды. Я прям наслаждаюсь. Шаманизм – это такая магическая среда в какой-то территории. В городе тоже есть свои места, где стекается энергия, и возможно заряжаться и восстанавливаться. Шаман – это не статус. Шаман – это не просто в руке бубен. Шаман – это не наряд. Шаманству не учат. Шаманство – одно из немногих направлений, которое либо есть дар, предрасположенность у человека, взаимодействие с живой природой, либо нету. Живая природа и вправду реагирует на шамана, как на родного. Плюс у него кучу, 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 прям погладится, дает. По пути шамана Максим Федоров идет уже 10 лет. Однако до сакрального выбора его жизнь всецело занимал классический балет. Для меня балет стал вообще основой осознавания своей телесности. А без этого вообще невозможно войти в эзотерику. Теперь занятие у станка для Федорова сродни медитации. И во Владивостоке у него даже есть своя балетная школа. Максим Викторович, гармонизируя классической хореографией нашей тела, воздействует на нашу психику. Потихонечку, потихонечку, потихонечку. Ты не то, что становишься более женственной, ты просто вообще становишься другим человеком. Он действительно исцеляет души. Я ему от всей души желаю победы. Побыстрее бы закончилась битва экстрасенсов. И он побыстрее бы вернулся к нам. Соскучились? Страшники. Все эти месяцы Лидия Романовна не пропускала ни одной битвы экстрасенсов и болела за своего шамана. Ух, четко боролись. Это вообще круто было. Сильный состав. Очень сильный. Надо было, конечно, побольше говорить, как Олег. Олег, говорите, говорите, он много говорит. Я люблю больше делать, чем говорить. Вот. Я вообще смотрю внимательно, вспоминаю, как мы ходили. Помнишь? Оказалось, что мама с детства прививала сыну интерес к магии. Примерно помню, что где-то с четырех лет меня водили на разные там отливки, выкатывание хлебом. Вот, пожалуйста, увекся. Тель-поростовская линия идет вот это все. Передалось. У моего отца дед был. Вот он лечил. Целитель был. Поэтому, узнав об участии Максима в битве экстрасенсов, мама всецело его поддержала. Пусть идет своим путем. Это его путь. Мама для меня героическая женщина. Будучи одна, она была одновременно и мама, и папа. Ну, фактически. Отца Максим не видел. Мама и папа расстались еще до его рождения. А где он? Вот он уехал. Когда-нибудь приедет. Надежда, что встреча состоится, была. В 12 лет Максим решил отыскать отца и вместе с мамой отправился в Сибирь. И даже адрес это, в принципе, не знали. Зашли в паспортный стол. И вот такой вот надежда. Ну, то есть, фактически такой шаг. Вот еще сейчас шаг и адрес, и встречи. И, помню, как паспортистка говорит, а его нет, он умер. У меня вот как будто пелена, и все. И я... Мне потом мама рассказывает, что ты побледнел, и по стенке сполз. С папой Максим разминулся на несколько лет. И он очень надеется, что свою отцовскую любовь скоро подарит детям. На данном этапе я хочу семью, и я хочу детей. Троих детей. Но пока шла битва, в приоритете были только белые конверты. Снова вы, Максим, я вас поздравляю. А испытания становились все сложнее. Как раз перед финалом я настолько был истощен. Не знаю. Тишина. Нет информации. Все вот провалился, и дальше я уже не хочу идти. Что-то случилось сегодня. Бывает такое, не идет. Да. Я расстроилась. Истощенный шаман ждал тогда черного конверта, как панацеи. Не дали. И я понял, что я еще не прошел вот этот ключ. Максим, здесь огромная территория. Я уже понял. Где-то здесь спрятан человек. Иди и выдерживай. Где он? Давай, давай, давай. Это меня не убило, не разрушило, а сделало сильнее. Собравшись с силами, шаман почти отыскал человека, который был за стеной. Прям территориально я его нашел. Для нас он нашел, да. Я вот прочувствовал. Сейчас готовлюсь к ритуалу вызывания предков и трудовой силы. На острове Русский дальневосточный шаман обращается к духам, чтобы достойно пройти последнее испытание. На стойкость. Мне бы хотелось получить синюю руку. Для меня важно стать не в смысле победителем, а в смысле получить признание от зрителей. Если это называется победа, то тогда важно. Я не хочу смотреть в эту точку, как происходит случится. Пусть голос. На какое определять, на какое и встану. Это битва экстрасенсов. И наша третья финалистка Марьяна Романова. Сначала показалась нам очаровательной, милой светской девушкой. Но уже через минуту после нашего знакомства мы поняли, что перед нами, ох, какая непростая черная ведьма. Традиционное отборочное испытание битвы. Поиск человека, спрятанного в багажнике одной из 30 машин. И традиционно первое знакомство с потенциальными участниками. Меня зовут Марьяна. Я ведьма. И как только Марьяна приступает к испытанию, ни у кого не остается сомнений, что это действительно так. Вот, насчет всех. Мурашечки. Подсмотрела у одной деревенской бабулечки. Но я просто увидела, что она работает так голосом. И из этого шипения она выходит немножечко другой. В тот момент в огромном ангаре очаровательная девушка тоже становится другой. Я выберу тоже. И получает входной билет в 21 сезон битвы. Марьяна, ты ведьма. Да, я ведьма. Ты приняла дар после ритуала. Да, я приняла дар после ритуала. Ведьмы не рождаются. Нет, дорогая моя. Я это тебе докажу. Давай сейчас. Прямо сейчас? Хотите, чтобы я ее убила прямо сейчас? С первого же знакомства с Марьяной поразило, удивило и привлекло. И воспитанность, и ее сдержанность. Первая схватка этих двух черных ведьм. И мне очень понравилось, как Марьяна Ирину грамотно, по-взрослому осадила. Но в главном Ирина Игнатенко была права. Марьяна Романова сама разбудила в себе магическую силу. Больше десяти лет назад она отказалась от сладкой жизни успешной писательницы и потеряла все. Не могу сказать, что я продала душу, но я отдала взамен себя. В отце у меня было все, перешагиваешь, и у меня нет ничего. От Марьяны отвернулись друзья. Родные никак не могли понять, зачем дочка выбрала себе такую жизнь. Моя мама все эти почти одиннадцать уже лет никак не могла мне периодически простить то, что я отказалась ради магии от такой прекрасной жизни. И сейчас она посмотрела битву экстрасенсов и мне сказала, я понимаю, почему теперь ты это сделала. Кажется, что можно было пойти на битву только ради того, чтобы услышать эти слова мамы. Теперь Марьяна дружит с такими же, как она сама. Дружим и практикуем вместе. Можно сказать, что это Ковен. Но, например, я создала вот эту колоду. Она нарисовала колоду. Единственная колода клепатическая кабала. Это очень редкое темное направление магии. Им в России мало кто занимается вообще. Давайте вытащим карту мне на... Магические подружки стали самыми ярыми болельщицами за Марьяну в битве экстрасенсов. Я как футболистый фанат. Да, да, да. У меня просто... Я думала, у меня просто... Меня мама с сестрой дерзла, чтобы я денег не разбила. У меня каждый раз, когда там Марьяна в белом конверте, я думаю, да сволочи, да как так? Марьяну Романову жюри трижды называла лучшей. Марьяна Романова. Но каждый раз в белом конверте она оказывалась вместе с Олегом Шепсом. Поздравляю вас. Знаешь, когда в одном конверте Шепс лежит, уже как-то... Бесит. Бесит. Конечно, всегда переживаешь за испытания с детскими смертями, потому что это ужасно. Особенно сильно под рук тронула трагедия в Челябинской области. Горе, вообще вот прям черные лица людей стоят. Эхо. Экстрасенсы расследовали загадочную смерть двух подростков. И Марьяна безошибочно привела всех к месту их гибели. Они висят. Чувствую, 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 чувствую. Ну, очень сильно. Она молодец. Ведьма видела не только страшное прошлое, но и прекрасное будущее. Я вот вас очень хочу больше. И сделайте ребенка. Да, он будет еще. У меня была мечта. Я хочу дочку, потому что у меня два сына уже есть. И через пару дней я узнала, что я на самом деле беременна. На крыше. Было очень страшно, когда ты к краю подошел. Это было одно из первых испытаний сезона. Ясновидящие должны были определить человека, который готов броситься с крыши. А Марьяна вдруг сама застыла на опасном краю. Оказалось, что в тот момент ведьма на несколько мгновений вернулась в прошлое. Ей 20 лет, и она летит над землей. Это было полное единение с воздухом. В этом была магия. Но 13-й прыжок с парашютом закончился страшной травмой. Больно было очень. Я почувствовала боль в спине. Потом открыла глаза, увидела, как бегут ко мне люди, и как по взлетной полосе едет скорая. Я сразу поняла, что случилось что-то плохое, и все это понимают вокруг. Спину Марьяна сломала. Много месяцев она провела на больничной койке, но именно в больнице начала писать свою первую книгу. Книга про веселую разгульную женщину в прошлом спорте. Марьяна и сейчас продолжает писать. Только теперь это страшные мистические истории. О магии, о практиках, о мертвых, о том, как можно поднять мертвых из земли и общаться с ними. Приворот, вот тоже моя книга. А раньше делала. К вам часто приходили? Очень часто. За приворотами очень часто. Сколько раз делали? Много. И я не советую никому делать любовные привороты. Приворот может что-то изменить? Будет секс хороший. То есть мне плохо, но у нас хороший секс? Да. Меня привораживали? Марьяна очень часто напоминала, что такое секс, как себя вести в постели с женщиной и так далее. Может, Марьяна мне намекала, но если даже это были намеки, то они были очень вкусные, красивые и сексуальные. Привораживали. Свежее даже есть. Да я знаю. А теперь найдите человека, кто привораживал. Не меня, а человека, чья фотография находится здесь. И, конечно же, я мужчина, живой мужчина. И Марьяна нравится мужчина. Мне в том числе очень нравится. И она довольно-таки сексуальная, эффектная, высокая, красивая. Горячо стало прям. Такое чувство, что тебя внутри поедают. Ты смотришь ей в глаза и отвести взгляд не можешь от нее. Цветочки тебе принесет. Все будет. Сам не ищи. Выбрала. Но о своей личной жизни ведьма наотрез отказывается говорить. Но я не замужем, если вам интересно. Штампа в моем паспорте нет. Рассказывали об одной девушке, в которой мертвец ходил. Тело было в деревне во Владимирской области. Небольшая деревня. Сейчас ее семья, 14-летняя Яся, первая слушательница маминых книг и главная почитательница маминых талантов. Чай, как живое существо, как чайный дух. Ему можно что-то сказать. Скажи, что я не почаю. Дай мне сим. В том, что ее мама ведьма, Яся не видит ничего необычного. Она не помнит маму другой. Слышала, как мама в комнате делает какие-то ритуалы, мантры какие-то, пела. Ну, у нас по всему дому вообще-то алтари. Это трудно не заметить. Алтари и магические предметы в их доме и правда повсюду. И гадит. Эта куколка, это, можно сказать, я. Я кормлю эту куколку своей кровью. Лапка, да, она просто заряжается здесь. Я ее тоже часто использую именно на поисковых работах. Она как-то ведет руку, я ее вожу, и вот иногда чувствую в руке вибрацию тепло и понимаю, что нужно туда идти. Вот на финальном поиске я ее использовала. И она мне помогла, мне понравилось. Ну, я мужчину чувствую, что это мужчина. Я с собой на испытания носила всегда целую сумку предметов, потому что никогда не знаешь, что тебя ждет и чем тебе нужно будет воспользоваться. На битве ведьма безошибочно выбирала именно то, что поможет ей справиться с испытанием. Она ошиблась только однажды. Мертвенькая есть. В зеркалах они. Это случилось в Санкт-Петербурге, в огромной квартире, хозяев которой пугало что-то потустороннее. Ходит из зеркал, посматривает. А кто? Женщина. Женщина? Я не знаю, что там крошка. Там коридор уже. В шоке. Тогда неожиданно для всех Марьяна увлекла всех к соседям. Она туда пошла. Там выпало из окна писательница. Да. А потом ведьма решила показать хозяйке тучей образ она преследовала. Не боишься, Саша? Вам нужно сейчас подойти к зеркалу. Я сейчас буду ее сюда звать, завлекать. Слушайте, ну там что-то происходит наконец-то. У вас же интересно. Подобное Марьяна творила и раньше. У меня умерла бабушка. Я не смогла полететь на похороны. Несколько лет, наверное, года три, вот как раз на знакомство с Марьяной. Эпизодически она мне снилась. Я просыпалась несколько раз с криками. Вот, я чувствую холод. Смотрите сейчас внимательно. Вместо вашего лица. Видите, через минуту ее лицо. После того, как Марьяна показала, дала мне возможность попрощаться с бабушкой, кошмары прекратились. Вот такую сумку странную, да? Человеческая, да? Я готова забрать ее. Все. Что, моя дорогая? И вот тот момент, когда девочка вышла и в нее тряслись просто вот руки, я поняла, что она реально что-то видела в зеркале. В Петербурге у ведьмы тоже все получилось. Саша, скажи честно, видела в чем-то? Да что? Ну ладно, давай. Вот только когда Марьяна вернулась домой, выяснилось, что она привезла гостей. Потом у меня дома начались странные явления. Это было прям полтергейст. Три дня я слышала шаги. Вот все то, что рассказывали люди из питерской квартиры, все то началось у меня. Я не против подселенцев, но точки кипения я достигла, когда я проснулась от лютого холода и вышла в кухню посмотреть, что случилось, а там открыто окно. Я не перенесла, я просто все почистила. Такому ведьма вся жизнь, которая посвящена магии, была готова. Марьяна не готова только к одному – проиграть. Ну, с конкурентами, конечно, вопрос странный. Я не понимаю, как в финал попал шаман. Вот честно. Он несколько раз просто отказывался проходить. А у него нервы начали вставать. На фоне тебя он сильно теряется. Понятное дело, что, наверное, самый основной конкурент – шеф. Тут девчонки, конечно, больше будут. Да. Не скажите... Голосовать сердцем, а не умом. Да, 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 потому что все девочки мечтают о таком холодном принце сделать все, что угодно, чтобы разгладить это хмурое осень. А зря. А зря, девочки, а зря. Никогда так не делайте. Шеф вам нравится? Нет. Нет, конечно, нет. Четвертый претендент на победу – самоуверенный молодой человек, который представился нам как медиум, который может выходить на связь с душами умерших. И в тот момент мы даже не знали, какой оглушительный успех его ждет. С сутки до финала. Медиум Олег Шепс встречается с своими фанатами. Как вас много? Ну, что там говорить? Ну, влюблены девчонки в Олега Шепса. Ну, половина, наверняка, наших телезрителей. Привет! Привет! Наш Роберт Паттисон, такой вот, из фильма «Сумерки». Это очень привлекательный образ. И девчонки, конечно же, сходят с ума. Самый сильный, самый лучший, самый красивый, как и его брат. Стоп, 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 стоп! Пожалуйста! Шепс – это просто мне конкуренция всегда. А это любительские кадры финала 14-го сезона битвы. 15-летний Олег за спиной у брата, победителя – Александра Шепса. Никому тогда и в голову не приходило, что этот подросток «Будущая мегазвезда». Меня зовут Олег Шепс, мне 22 года, и я из Самара. На кастинге 21-го сезона он появился будто из ниоткуда. Вы какое-то отношение имеете к Александру? Самое прямое, наверное. Я его младший брат. Олег на общих основаниях подал заявку и блестяще прошел проверку одной из наших телезрительниц. Я не знаю, как вы это сделали, мы попали в точку. Я у меня после этого, у меня все прям как затуманило, откровенно говоря. Как Александр отнесся к этому? Я ему сообщил, когда прошел кастинг. Вот я прошел кастинг, я еду к тебе, братежка. Чего, какая битва. Он не поверил. А наблюдатели и герои первых испытаний не верили своим глазам, когда на площадке появлялся он. Как не ходит из головы образ Александра Шепса? Он даже ходит похоже на Шепса. Да? Может, это плюс для него, а с другой стороны, может, где-то и минус, что говорит, а, вот сейчас, ага, брат. Знаете, как говорят там, а на этом природа отдыхает. Сейчас посмотрим, братец, давай. Я сразу сказал, я не поисковик. Может быть, вы покажете, где моя машина? Да, кстати, это хороший вопрос. Вопрос. Вопросов больше нет. Не знал, что будут говорить, что вот меня взяли на битву только потому, что я брат Александра Шепса. И я знал, что будет сравнение. Но я себе сказал, просто покажи, на что ты способен. Очень скоро стало ясно, что обворожительный медиум способен на многое. На меня смотри. В глаза смотри. Был очень крутой. Я посмотрела на камеру, и он такой в глаза смотри. Вот это было, конечно, удивительно. Но больше всех были удивлены родители Олега в Самаре. Звонит Олег и говорит, включайте, перевозят. Включили. Ба, Олег Шепс. О тайных планах сына они даже не подозревали. Ну, он поехал к Саше в гости, остался там и стал участвовать в интере. Мама ему потом устроила, он столько наслужился от нее. Это ты его повел туда. Ты допустил. Я была против. Я считала, что рано, и что вообще это не нужно. Я считаю, что сообщение с тонким миром опасно. Но, во-первых, человек отдает свою энергию. Не потому, что он помогает людям. Да, так должен. Это хорошо, мы все помогаем друг другу. Но очень большой идет отток жизненной силы. О законах тонкого мира мать-медиума знает не понаслышке. Людмила сама известный экстрасенс Испирит. Я рос не в обычной семье. Магия эта не была чем-то сверхъестественной. Это была обыденность. Многие из нас называют нас семейкой Адамс, потому что все такие нестандартные. Когда Олег еще маленький был, ему годика три было, он сказал, что вот из комнаты вышел мужчина и прошел в другую. Учитывая свои способности, я к этому отнеслась спокойно и никогда не задавала излишних вопросов. Хотела, чтобы он этим, конечно, не занимался. Такие вот способности медиуматические не развивал. Пошел бы ты лучше в духовную семинарию. И был бы у нас отец Олег. Мама очень переживала за Сашу, когда он был в битве. И не хотела для меня того же. И не было вот такого коннекта, как вместе с Сашей. Как у них было с Сашей, например. Он постоянно сидел в ее комнате, они там это все обсуждали. В нем почему-то она была уверена всегда. А у меня нет. Почему вы всегда уверены? А я тебе объяснял. Саша интересовал. А потому что Саша маменькин сынок. И каждый раз он приходил к маме со всеми вопросами. Сидели там по несколько часов. Слушал все ее рассказы, все ее книги. Я был в другую девушку. Олег, я тебе желаю победы. Для меня будет еще очень большая победа, если ты признаешь то, что я не ошибся в своем выборе. Что я все делаю так, как должно быть. Я хочу сказать, конечно, желаю тебе победы. Да, уверена, что ты победишь. И уверена, что это не станет смыслом всей твоей жизни. Правильно? Правильно. Есть свои плюсы, есть свои минусы. Быть самым младшим. Когда ты начинаешь уже подрастать, это просто становится вот так вот. Ну, я могу понять ее как маму. Потому что хочется, чтобы хоть кто-то был рядом. Для детей. Это Олег Экстрасенс. И сейчас я покажу ничего необычного. Но вот тут я живу. Мое логово. Вот так вот лежу, кайфую. И не только я здесь помещался, между прочим. А когда еще? Ну, еще помещались некоторые девушки. Ну, я сейчас буду тут рассказывать. Типа, я скромный парень. А как родители не носятся к тому, что ты сюда девушку вообще приводишь? Так их нет в этот момент. Они в этот момент на даче. Они об этом не знают. Также тайком от взрослых Олег в этой комнате зачитывался мамиными книгами о магии. И учился управлять своими способностями. Родители многого о нем не знали. Это гангстерские штуки, да. Но я же еще и рэпер. А у каждого уважающего себя рэпера должен быть ствол. Это как настоящий? Да. Представьте, молодой шепс ходит по Самаре с травматом. После такого мы уже ничему не удивлялись. Оказалось, Олег и правда пишет и исполняет рэп. Вместе с друзьями детства он создал группу, у которой пока нет названия. Но уже есть первый потенциальный хит. Приходим, признавая, что совершаем ошибки. Не уделяя время обычным мелочам. Не уделяя время, чтоб навести своих близких. Но позеряв, когда боли, начинаем скучать. Где ты? Плачет твоя душа. Она как ***, чем я не пойму. Он начал послушать, хотел, как ты поешь, а потом уже петь. Эту песню я ее написал после смерти моего друга. В прошлом году, осенью, он в клубе подрался. У него травма головы серьезная была. Он лежал в коме 18 дней. Мы ездили каждый день к нему в больницу, навещали, держали за руку. Когда он уже пришел в себя, мы купали его и привозили гостинцы. Но в один момент у него должна была быть плановая операция какая-то. Простая, легкая. Но его передознули наркозом. Где ты? Плачет твоя душа. Где ты? Не перестанем ждать. Где ты? Болью пронизен взгляд. Где ты? Там за горизонтом брат. Он прям офигенный парень. Я рад, что я с ним знаком. А сейчас этот друг, ты с ним как-то связываешься? Он ко мне приходил всего пару раз. На похоронах я его видел. Вот как раз поэтому у меня родились строчки эти. Попав на битву экстрасенсов, Олег точно знал, что будет делать. Тут мертвые собираются. Связывать живых с их близкими на том свете. Брат твоего мужа младший. Упал. С балкона. Откуда он? Знает, что он упал. Информации вообще никакой нигде нет. Медиум будто сам становился теми, кого наши герои так жаждали услышать. А я мудак на косаре делал столько. Голос, вот эти вот слова, прям вот все его. Я видел своими глазами, что действительно Олег даже пластический сразу менялся и голос как-то менялся у него. Братан. Когда вот обнимала, я прям почувствовала, что вот, вот это вот Андрей обнимается. Вот даже руку протянул, сделал все те же самые нежели, как Андрюха, как обычно с ним так ровались. Он меня заставил и плакать, и волосы вставали дыбом. Очень четкое было присутствие, у меня пахнет рука Сережей. Вот, нюхаю, как будто вот я Сережу сейчас везде погладила. Я почувствовала это тепло, чего мне так не хватало эти пять месяцев. Сам Олег пять месяцев на битве тосковал по одному особенному для него человеку. И сейчас состоится их долгожданная встреча. Привет. Мой друг. Привет. Мой друг. Такой еще раз, что-нибудь там было с ним. Я не делала. Я тоже. Смотри. Еще дома, быстрее. Пошли. Нас заранее предупредили, что съемка на сегодня окончена. Все, что мы знаем, любимую девушку Олега Шепса зовут Катей. И она не даст нам интервью. Я хочу сохранить свои отношения. Это может просто доконать вот это излишнее внимание. Я просто не хочу, хочу вот уберечь от этого. Но в Москве нас ждала встреча с тем, кого камеры никогда не смущали. Как мы по вам соскучились. Ну, не знаю, как он, я точно. Welcome. Мы в хорошо знакомой нам квартире самого знаменитого медиума страны. Ну, даже не знаю, что вам здесь показать, как уживаются братья-медиумы. Могу сказать одно только, что это тяжело. Очень тяжело. С братом жить, когда ты уже взрослый, это тяжело. Ладно, он маленький был, там, пеленки за ним постирал, он молчит и все. А сейчас пеленки не так постирал, понимаешь? Там неглаженное что-то, еще как-то. Серьезно? Ну, то есть, если там есть девушки, да, на заметку, то есть, там не только борщ нужен, там нужны глаженные вещи, понимаешь, все, все как надо. Мы стебемся друг на другом всегда. Ну, конечно, это старший брат, я чуть-чуть помягче, хотя мог бы жестко, но просто уважение. У Олега, на самом деле, очень небольшая комната. Вот она. Здесь работает смысл. Ну, я, собственно говоря. Я над ним потрониваю, я отношусь к нему, как к младшему брату. Я не смотрю на него, как на медиум. Вторая мамочка постоянно. Ты поел, так, пришел, позвонил, где ты, когда... Потому что я чувствую ответственность перед родителями. Я сказал, я тебя забираю, понимаешь, что все будет хорошо. Я был против того, что Олег пойдет на битву, наверное, первые минут 15. Когда он отправился на ширму, зная, что он никогда не был вот среди такого огромного количества эзотериков, для меня было странно, выдержит, не выдержит. И когда он приехал, он заходит, я сижу, его жду, поднимает вот так вот кофту и говорит, кажется, у меня клещ. После испытаний Олег возвращался в вымотанном и повзрослевшем. Каждое испытание добавляло ему несколько лет. Когда у вас была слепая девушка, которая протянула ему руку. Вы красивы очень, я еще больше впечатлилась. Вы даже себе не представляете, как тронуло его это испытание. Он говорит, а ты когда-нибудь задумывался, как слепые видят мир? Он добрый. Он очень-очень добрый. У вас было испытание, одни из последних, у меня до сих пор прям ком в горле. Когда вот он приехал из Челябинска, у него были окровавленные руки. Он просто сел и говорит, я больше не могу. Я говорю, Олег, как не могу? Я говорю, осталось немного. Он говорит, ну, еще вот пару таких, и я вообще начну по-другому на все смотреть. Он говорит, я не хочу, я хочу еще побыть подростком. Все, сейчас разъезжаемся. Пошел вещи собирать. Кстати, я жду не дождусь момента, когда ты наконец-таки съедешь. Не я, больше всего этого жду. Знаю, что он справится, что я не вижу у него конкурентов. Все равно переживаю. Марьяна, да, она мне безумно нравится, она такая прям волшебница из сказки. Но она ему не конкурент. А почему ты уверен, что будет твоя рука? Потому что уверен. По-другому не может быть. Вот мне Марьяна звонит. Марьяна, алло. Да, Марьяна? Да твоя рука, не переживай. Сейчас, одну секундочку. Вот всегда так, постоянно вот эти стебы необоснованные. Моя будет рука. Надо подержать руку. Ну все, хватит. Ладно, держал. Твое подержал, скоро свое подержал. Я бы хотел, чтобы он меня превзошел. Ему это, конечно, вряд ли удастся, но... Ну, посмотрим. Мы оба сильны. Не буду делать никаких сравнений, я этого не люблю. Он может сказать, что он сильнее. Ну, пусть так. Я еще развиваю свой дар. Да, я хочу, чтобы за меня голосовали. Но не потому, что мне нужна эта стекляшка синяя. Да, она важна для того, чтобы там показать своим, что вот, я тоже справился. Но основная цель – сказать каждому человеку, что у вас есть сила. Через считанные секунды я открою этот конверт, в котором находятся результаты зрительского голосования. И миллионы зрителей узнают, кто стал победителем. А пока четверка претендентов на главный приз в последний раз в этом году уже собирается в назначенном месте. Первого прибывшего финалиста мы едва узнали. Ветенпад Максим Рапопорт выбрал весьма экстравагантный наряд для церемонии награждения. Следом за ним буквально через пару минут показалась ведьма Марьяна Романа. Тоже не менее яркая и эффектная. Привет. Привет. Ты прекрасна. Спасибо. Тоже. Привет. Как вы дела? Отлично. Я вчера тянула на финал, на строение финала, карту из колоды необычной. Так. И смотрю, у меня выпала карта, там сидит баба, лонжереца. У нее такая же корона, как у меня, и поднимает кубок вверху. Ну, неужели? Я очень желаю тебе победы. Я знаю, как ты ее хочешь. И пусть синяя рука достанется тебе. Ну, это вряд ли. Ну, Шипс, конечно, займет первое место. Ну, не факт. Ну, если вдруг это будет шаман, то у меня лицо вытянется. Ну, мне кажется, что он достоин победы. Ни о чем не подозревающий третий финалист Максим Федоров не заставил себя долго ждать. Шаман! 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 Здравствуйте. Здравствуй, Шаман. Приятно. Обниматься будем? Будем издалека пожимать друг другу руки. Да, весьма прохладный. Ильф. Весьма прохладный прием шаман решил проигнорировать. Я вот, честно говоря, просто вас реально искренне рад видеть. Да мы тоже тебя рады видеть. Я же прям соскучился. Он явно пребывал в благостном расположении духа. Ведь сам себя он уже считал победителем. Для меня уже наградой стало то, что я оказался в финале. Ты говоришь, что ты руку хочешь. Для меня жизнь не изменится. Получу я руку или не получу? Полукавит. А тем временем на улице появился последний претендент на награду. Медиум Олег Шепс. Олег! Олег! Он пробирался дольше всех. Привет. Привет. Какие вы красивые. Я сегодня вот решил побыть Дедом Морозом. Ой. Поздравить вас и с финалом, и с наступающим Новым годом. Марьяна, как тебе? Спасибо тебе большое. Так приятно. Красиво так. Книжка моей мамы. Сборник стихов. Спасибо большое. Максим, спасибо большое. Это тебе. Благодарен. Ты реально хороший. А это тебе, Максим. Неожиданные гостинцы пришлись по душе и подняли настроение. Шикардос. У него был прям такой стратегический ход. Утешительные призы. Задобрил. Просто хотелось сделать приятно. А тем временем к финалистам стали прибывать гости. Добрый вечер, дорогие друзья. И первым стал дважды участвовавший в битве сын знаменитой ведьмы Елены Голуновой Влад Кадоль. Безумно интересный сезон. Хочу вам сказать искреннее спасибо. Вы сделали очень много для того, чтобы он был таким интересным. Вы трое сделали много. Некоторые здесь как бы так прицепом. Марьян, святы тебе. Максиму Рапопорту поздравление не понравилось. Спасибо большое. Да, я здесь самый слабый. Обиделся. Я незаслуженно вошел в финал. И меня в финал буквально просунула Вера Сотникова. Правильно, все верно. Из вас троих никто за весь сезон не надавил на жалость. Но по большому счету просто радуйтесь тому, что вас пригласили на этот праздник. Влад признался, что с первого дня болел за ведьму Марьяну Романову. Ты зашла, эффектная, яркая, было абсолютно ощущение какое-то, что ты даже круче, чем Ванг. А что потом с тобой произошло, я вообще, если честно, не понял. Ты просто свой характер прятала. Может, Олега испугалась. Я считаю, что я очень прокачалась на этой битве, что я хорошо прошла все испытания. Я думал, что ты сильный. Именно поэтому искренне, опять-таки же, я хотел тебя поддержать. Но я считаю достойным именно победы в этом сезоне Олега Шепсона. Наверное, потому что, во-первых, это тот случай, когда младший брат превзошел старшего. Опять-таки же, это лично мое. Мое мнение, но больше возможности бы дала слабость Марьяна. Следующий финалистов торопилась поздравить ведьма, которая трижды участвовала в битве. Друзья, с нами она связь из Сонии. Это кто из Эстонии? Мэрилин Киров. Привет, дорогие участники. Меня слышно? Да. Больше всех бывшая девушка-медиума Александра Шепса была рада видеть его младшего брата. Я лично поддерживаю Олегу. Я ездила в Самару, мы даже браслет вместе делали. Он очень хорошо умеет рисовать, я это все помню. И мне он как человек очень нравится. Он очень честный человек. И у него очень огромное сердце. Я помню даже один раз, я думала, блин, жалко, что он такой молодой. Я не чучу, по-честному говорю, он просто такой хороший человек. Уверена, что он заслужил вот эту победу. Спасибо, Мария. Спасибо большое. Привет из солнечной Грузии. Финалистка прошлого сезона Мариам Цеминтия поддерживала родную ведьмину Куровь. Мария, я действительно поражена твоими возможностями. Поэтому я очень хочу, чтобы сегодня выглоты. Спасибо большое. Мне приятно очень. А Дмитрий Матвеев, победитель прошлой битвы, вышел на связь из Китая вместе со своей девушкой, ведьмой Астри. Фаворит этого сезона у меня Максим Федоров. С одной стороны, он вроде и безумный, с другой стороны, очень добрый душой человек. Но Матвеев пророчил, что победу у него отберет другой. Первое место возьмет Олег Шепс. У нас вообще очень много общего с тобой, да? Во-первых, ты занимался музыкой. Да, а тебе же 22 было, да? На битве. 22. У нас есть не только общий интерес, но и общая фан-база. Чем тебе могу сказать? В прошлом году этим крашем был я. Он же увел ваших девушек. Они могли бы быть ваши, а теперь они его. Никакой ревности. Просто не расслабляйся. Вот мне лично обидно, что судят в основном только по внешности и забывают смотреть на результаты испытаний. Тебе обидно? Ну да. Это мне обидно. Будь ты страшненьким, у меня было бы больше шансов выиграть. Но вот финалистка 18-го сезона Соня Егорова была уверена – Марьяне нельзя сдаваться. Тебе есть невероятная, настоящая ведьминская сила. Честно говоря, мне очень не нравится, какой сезон подряд наблюдать безоговорочно победу мужчины. Не потому что женщины, которые были в других сезонах слабее, а потому что просто есть мужчины. И на этот раз городская ведьма решила все изменить с помощью особого ритуала. Чтобы сейчас мы смогли сделать с тобой что-то с голосом. Давай попробуем, мне это ужасно интересно. Может, вам помочь? Я справлюсь, дорогой. Ну ладно. Такого мы не ожидали. Посмотри, пожалуйста, сюда. Впервые в истории битвы, прямо во время финала, на глазах у соперников Марьяны ведьмы колдовали на победу. Это для тебя. Спасибо. А вот Ирина Игнатенко была против женской солидарности. Спасибо. В победителях. Больше только ты, мой хороший. Потому что весь сезон я была рядом. Да. А ты дома будешь книжки писать. Потому что ведьма – это я. Едва ведьма покинула комнату, ее подарок полетел ей вслед. Я понимаю, что эти слова были продиктованы завистью. Если бы не было меня, наверное, она была бы в финале. К счастью, неприятный инцидент вскоре забылся. Среди вас самая удачливая девочка. Поздравить финалистов прибывали все новые звезды. Конечно, так вот дальше выйдет. Спасибо большое. Я за вас голосовала. Вы достойна. Я за Максима. Мне он нравится. Спасибо. Вот так, правда. Надеюсь, что ты победишь. Удачи. Спасибо всем. Спасибо. Олег, у тебя очень сильная внутренняя уверенность. Я так чувствую, что заберет кубок. Большая честь слышать это от вас. А вот появление победителя 14-го сезона Александра Шепса растрогало сильно. Ты превзошел самого себя. Не говорю, что меня, но превзошел самого себя. Ты самый замечательный. Я еще раз хочу подчеркнуть, что я очень горжусь, что у меня есть такой брат. Спасибо. Это очень важно было слышать. Спасибо. Очень важно. Спасибо. Давай, выйди с рукой. Выйди. Последними в дверях появились бывшие соперники финалистов. Все наши в сборе. Участники 21-го сезона битвы. Вы все достойны быть первыми. Поэтому у каждого из вас будет рука. Ты нас сделала руку. Спасибо, как приятно. Она прям такая же. Шамар победит! Шамар победит! Шамар победит! Наша благословит! Сереги победит! Время пришло, час финала настал! Олег Шерст победитель настал! Справился абсолютно со всеми испытаниями. И поэтому достойна победы. Время победит! Но кому достанется заветная рука? Об этом пока не знает никто. Даже ведущий этого торжества Марат Башаров. Уважаемые гости! С минуты на минуту мы узнаем имя победителя 21-й битвы экстрасенсов. Я хочу пригласить четырех финалистов для оглашения результатов зрительского голосования. АПЛОДИСМЕНТЫ Уважаемые экстрасенсы, Максим, Марьяна, Олег, Максим. Вы прошли сложнейшие испытания на глазах у миллионов. Вы смелые, необычные и уникальные люди. И сегодня мы собрались с вами здесь, в этом зале, в последний раз. Вы ведь так долго ждали этого момента, да? Очень, очень долго. Буквально через минуту вся страна узнает имя лучшего из лучших. Имя того, кто стал победителем 21-й битвы экстрасенсов. Его выбирали не мы, его выбирали зрители. У меня в руках конверт, в котором находятся результаты голосования. Я сам ужасно волнуюсь, как в первый раз. Но рано или поздно этот конверт придется открыть. Вы готовы? Готово. Итак, решающий и самый главный момент этой битвы. Я открываю запечатанный конверт. Итак, начнем с конца. Разрыв между четвертым и третьим местом меньше, чем полпроцента. Вы понимаете? Двое из вас шли ноздря в ноздрю. Но кто-то из этих двоих станет бронзовым призером, а кто-то останется на последнем месте. Итак, четвертое. Почетное место. 21-й битвы экстрасенсов занимает... Максим Федоров. Максим, я вас поздравляю. Спасибо. И вам слово. Мне очень приятно вообще было просто участвовать. И таково решение зрителей. Наверное, зрители увидели не все, что я не все показал. Максим, тем не менее, я вас поздравляю. Спасибо. Максим, попасть в финал этой жаркой битвы – это прекрасный результат. Давайте узнаем, кому Максим уступил совсем чуть-чуть. Кто на сотой доли процента обошел шамана. Итак, бронза. Третье место занимает... Максим Рапопорт. Весминт. Я все-таки думаю, что главная битва, она была не с другими участниками проекта «Битвы экстрасенсов», а с самим собой. Огромное спасибо тебе, битва, за то, что ты дала мне ощущение себя. Огромное спасибо вам, Марат. И чего ж греха даете. Огромное спасибо мне. Намасте. Ну что ж, а теперь самое интересное. Второе и первое место. Кто из этих двоих прямо сейчас станет победителем? Мариана или Олег? У каждого из вас за время битвы образовалась своя армия поклонников. Но победитель только один. Ну что ж, я готов объявить имя лучшего. Итак, победителем битвы экстрасенсов становится... 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 Олег Шепс АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ты это сделаешь. Олег, я вас поздравляю, вы победили, и эта рука отныне ваша. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Сердце бьется очень сильно. АПЛОДИСМЕНТЫ Я держу ее, как держал ее, и в своих снах. Но еще сознание не пришло. Я бесконечно счастлив. Я хочу сказать огромное спасибо всем тем, кто отдал за меня свой голос. Кто болел за меня на протяжении всего проекта, поддерживал, верил в мою силу. Огромное вам спасибо. Огромное спасибо самым важным людям в моей жизни, моим родителям. Папа, мама. Я сделал это. Все ваши переживания были напрасны. Я доказал, что я способен взять эту руку, способен помочь людям. Я благодарен своему брату, который поддерживал меня на протяжении всего этого пути. Отправляя на каждое испытание, он говорил, ты сможешь, ты сделаешь это. Саш, спасибо тебе большое. Олег, позвольте мне сказать. Вы набрали 82,7%. Это абсолютная победа. Олег, браво. И эти аплодисменты в вашу честь. Спасибо вам большое всем, ребят. Спасибо. Я не могу назвать вас соперниками. Мне было приятно с вами работать. Вы достойные коллеги. Вы крутые. Вы просто потрясающие. Марьяна, вы на втором месте. Я уже догадалась. Это заслуженное серебро. Марьяна, вам слово. Обычно говорят пафосно, что попасть в финал – это уже победа. Но я скажу честно, я перфекционист. Это мой минус и моя слабость. Я очень хотела первое место. Поэтому я не чувствую удовлетворения. Я чувствую голод. И ухожу отсюда, как сагбенный мизерабль. Вы не мизерабль. Я рада за Олега. Я очень хорошо отношусь к нему. Он сильный практик. Но я могла быть лучше. Я, видимо, не сделала все, что от меня зависело. Где-то сработало не в полную силу. Марьяна, я вас. И мы все вас поздравляем. Я тебя поздравляю, Марьяна. Ты большая молодец. Второе место в такой сильной битве с такими соперниками. Это грандиозный результат. Марьяна. Итак, Олег набрал 82,7%. Марьяна, у вас 8,7%. Максим Рапопорт, вы набрали 4,4%. Максим Федоров, у вас 4%. Ну что ж, дорогие мои, уважаемые экстрасенсы. А теперь вас ждут те, кто болел за вас, переживал, нервничал. Те, кто ждет имя победителя. Вперед! Хорошая работа, Олег! АПЛОДИСМЕНТЫ Горжусь тобой очень сильно, ты умничка, самый лучший. Поздравляю тебя! Поздравляю тебя! Поздравляю тебя! Поздравляю тебя! Поздравляю тебя! Поздравляю тебя! Второй? Второй? Нет! Что же? Вообще! Какое место? Третья! Третья в подарок! Третье место занял! Максим Рапопов, в стройке! Хорошая работа! Хорошая работа! Давайте сюда, давайте, обнимемся все вместе! Давайте сюда, все! Ты лучше, Олег! Спасибо, Олег! Молодец! Большая часть! Большой очень, я на втором месте! Конечно, пойдите! Хотя бы третья! Я считаю, что я точно на третьем месте застойный! Нет! А так, в принципе... Для меня, Максим, первый... Ну, так я хочу! Поверьте! Поздравляю! Мы знали, что ты лучше! Аля! 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 АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Очень хорошо. Ну а вам, дорогие зрители, я хочу сказать. Мы не прощаемся. Мы обязательно встретимся. И с новым года!